Знаете, Мария, если говорить о сыновьях Лукашенко, то действительно старшие, те, которые от его официальной жены, они хоть как-нибудь и на него похожи. Кто-то там старший, этот Виктор, он тоже с усами. Но и они при этом есть, один из них помощник президента, второй из них занимает пост председателя Центрального Совета Белорусского Республиканского Государственного Общественного Объединения Президентский Спортивный Клуб. Ну то есть они все при власти. А если говорить о Коленьке, то когда-то я читала информацию о том, что когда-то Коленьку он даже привез на встречу с Путиным. И тогда Путин ему сказал, ну этот сын от самого Господа Бога. Ну вот как-то он так его всегда показывает, что вот это его самый лучший маленький сыночек. И, ну, кстати, появилась еще одна информация, что якобы у Лукашенко есть еще один сын. И возможно это подтверждает ту версию, о которой вы говорили, что Лукашенко психически болен. Потому что журналисты ресурса «Нехта» опубликовали расследование, где рассказали о том, что у Лукашенко есть сын, якобы от которого он отказался. Они выяснили, что у Лукашенко есть умственно отсталый сын, которого скрывали в общественности в детдоме и скрывают до сих пор. Мальчика якобы родила ему в 2002 году вся та же Ирина Обельская. Вероятно, возможно, мама Коленьке, возможно, и нет. Но и поговаривают, что Лукашенко, узнав о беременности этой Обельской, избил ее до потери сознания. Что тоже подтверждает вот эту всю маньякальность и психичную болезнь самого Лукашенко. Вам что-то известно об этой версии? Я думаю, что вот эта версия как раз-таки про то, что он не хотел ребенка от Обельской. И, возможно, эти побои явились, в конце концов, и причиной умственной отсталости рожденного в результате его сына. Вот это, скорее всего, единственный их ребенок с Обельской. А Коленька все-таки, как мне кажется, сильно отличается и внешне, и, ну, всячески от них, от всех. И гораздо сильнее похож на ныне, как вам сказать, уже алкоголицу со стертой личностью. То есть, вообще, знаете, как-нибудь можно было бы и о ней поговорить. Это очень странная история того, как, ну, понимаете, исключительно женоненавистническая среда российская встает каждый раз на сторону абьюзера, если, тем более, у абьюзера много денег. В жизни у Волочковой, когда еще она ездила на достроли в Лондон и открывала их балетом «Лебединое озеро», появился, к большому для нее сожалению, такой вот воздыхатель Сулейман Керим. Он широкой общественности, наверное, больше известен в связи со знаменитой аварией, которая произошла в Ницце, по-моему, в 2006 году, когда он вместе с Тиной Канделаки, находясь в спортивном автомобиле, по-моему, в «Феррари», они врезались в дерево, и кропотливые французские полицейские, восстанавливая произошедшие события, установили, что Тина Канделаки в момент аварии вовсе не любовалась красотами из окна, напротив, в сагбенной позе что-то разглядывала в области шевинки Сулеймана Керимова. Да настолько тщательно, что в итоге попала в больницу, там она потом какие-то татуировки себе еще на места ожогов выводила, а сказав еще при этом, что в больнице она находится, потому что у нее, дескать, свинка обнаружена. Ну, то, что у нее большая черная свинка в душе, это мы знаем, в общем-то, и без ее признаний, но я тут как-то распустилась в предположение, что, возможно, у нее еще и небольшая свинка оказалась за щекой, вот, и, вероятно, вот в таком вот положении она и была доставлена в больницу. Это, кстати, не она. Это одна из любовниц Лукашенко Дорофеева, певица, кстати. Ну, в общем, Сулейман Керимов прославился, конечно, тогда на весь мир этой аварии, а вот Анастасии Волочковой не удалось из его объятий вырваться настолько же, так сказать, без убытков, убытков и, наоборот, у Канделаки каждый раз получается измерить максимум пользы из любых подобных соглашений. А это и, напротив, он решил карьеру полностью разбить, уничтожить. Он проплачивал всякие ее вот эти, значит, неприятности. То есть большой театр просто стал, так сказать, ну, на реализацию этих идиотских фантазий. Они стали заниматься контрольным взвешиванием Волочковой, как крупного рогатого скота, рассказывать о том, что она не какими-то параметрами не соответствует. И в итоге ее позорно увольняли именно, значит, как профнепригодную. Впоследствии какими-то долгими судами она, конечно, доказала, значит, ну, то есть несостоятельность подобных обвинений. Но это сейчас, конечно, значение, в общем-то, не имеет. А дело в том, что тогда они действительно уничтожили ее карьеру, уничтожили ее жизнь. Она не сильно, как бы, верила в такой исход, потому что ей казалось, что она уж такая популярная. Кстати говоря, ей очень многое дал Киев, она училась, насколько я помню, вообще в Киевском хореографическом училище. И, в общем, короче говоря, когда она была, так сказать, на гребне этого успеха, приключилась вот эта история, когда они повздорили довольно сильно с Керимовым. И тот вот занимался методично ее уничтожением. И, надо сказать, с большим успехом это удалось, потому что в какой-то момент Волочкова вместо воды в бутылках на балконе стала держать белое вино, потому что, ну, за ненадобность воду выкинули. Вот, а вместо, так сказать, воды, которую можно утолить жажду, стали использовать белое вино, потому что, ну, в остальное время суток, я так понимаю, она прибегала к более крепким напиткам, а вот с утра как раз белое вино было в самый раз. Ну, вот и когда она, в конце концов, ну, да, еще это окружение подобранное и так далее, когда она, в конце концов, ну, вот по этой наклонной просто полностью скатилась, то теперь, конечно, это, ну, не то, что там, скатилась и оскотинилась. Теперь она, конечно, ну, то есть фрик, естественно, безобразность абсолютно, и вот эти потуги какие-то. В этом спитом мозгу рожать какие-то гадкие совершенно формулировки по поводу тем более кива, который ей только когда-то дал. То есть это все, конечно, свидетельствует о том, что она вот уж действительно потеряла адекватность, и по большому счету, кто бы ее только не использовал, и как бы они это все не делали, все это, конечно, вот у нее сейчас, в принципе, хорошо про ее внешнем виде. Я, кстати, хотела бы сказать, что вот это, как бы, знаете, этот вираж или глубина этого ее падения, она, может быть, некоторым уже не до конца понятна, потому что за многие годы, когда вот представала она перед изумленной публикой вот в этом абсолютно неприглядном виде, забывается, что когда-то она действительно вполне конкурентно выступала на балетной сцене, то есть глубину ее падения и того, как ее использовали все вот вышеупомянутые, можно оценить только, если вспомнить о том, с какого именно, скажем так, едестала она падала. Тут я просто на ее примере хочу сказать, что они абсолютно беспринципные, аморальные, они будут об кого угодно вытирать ноги, бить своими кирзовыми сапогами, они любого и любую превратят вот в такое посмешище, то есть в огородное пугало, полную противоположность того, с чего она сама когда-то начинала, и никто из-за нее не вступится и никогда ее не пощадит. Напротив, это тоже является как раз таки прямым доказательством абсолютной беспощадности. И когда говорится о том, что, дескать, там, вот Лукашенко кого-то пристроил, о ком-то позаботился, это все такие, знаете, слухи, ну, которые только работают больше даже в качестве каких-то легенд на, ну, странное, довольно патриархальное, судя по всему, во многом еще общество пенсионеров, которые, наверное, ну, готовы, так сказать, присягать в каком-то стогольмском синдроме и фальсифицировать выборы в Беларуси, потому что это мы все наблюдали в последний раз. Конечно, это все было жутко совершенно. Были много очень надежды у меня, в частности, я тоже связывала много надежды с тем, что им удастся, конечно, доказать, что, ну, Лукашенко просто узурпировал власть, подделал, и причем, знаете, даже были такие высказывания, что если бы он подделал, но не так нагло и не там, не дорисовал там себе, уж не знаю сколько там, десятков, десятков процентов пунктов, то, может быть, таких протестов, причем, в общем, действительно миролюбивых белорусов, и не возникло бы, когда они, мы все помним эти кадры, как они в носочках становились на скамейке, то есть снимая обувь перед этим, действительно такие очень чистоплотные, какие-то очень, ну, слишком культурные для такого узурпатора люди. Вот поэтому будем надеяться, что в этот раз и, конечно же, белорусский корпус, и сделавшие свои нужные выводы оппозиционеры уже подготовились гораздо лучше к событиям предстоящего февраля. Ну, а во что превращают подобные те, кто встречаются на их пути, можно вот как раз так подробно посмотреть на примере биографии Анастасии Волочковой. Анастасия Волочковой.